В Якутии зреет научная сенсация. На берегу реки Юдама нашли останки скелетных животных, которые, судя по всему, намного древнее аналогов из Африки и Китая. Если результаты первых исследований подтвердятся, это поменяет представление о зародении современных форм жизни на Земле. Якутия может оказаться колыбелью именно скелетных сложных организмов. Данил Горчаков выслушал доводы ученых. Здесь массовое скопление, это органика сплошная. У якутских ученых сейчас только и разговоров, что научной сенсации. Их коллеги из исследовательских центров Москвы, Китая и Великобритании доказали, что все современные формы жизни, оказывается, впервые появились здесь, на территории теперь экстремально холодной и суровой республики на Дальнем Российском Севере. Здесь была колыбель развития, эволюционного развития именно скелетных животных. Здесь множество скелетных форм появилось. Здесь были удивительно благоприятные условия для этих животных. Здесь было огромное многообразие. Здесь прекрасные, неглубокие, теплые моря, в которых это все морские животные. Понятно, что эти скелетные животные жили все в море, потому что в Кембрии на суше не жил никто. Суша была тогда стерильна. Кембрием ученые называют геологический период, который начался на нашей планете примерно полмиллиарда лет назад. Ни о каких динозаврах тогда еще и речи не шло. Жизнь на Земле в те времена существовала только в воде. От большинства беспозвоночных обитателей сегодня остались только расплывчатые отпечатки, которые в огромном количестве за полевой сезон этого года нашли участники международной экспедиции на юго-востоке Якутии. Такая маленькая невзрачная штучка, которая называется цикломедуза. Но она вот похожа действительно на медуза, циклическая. Единственное, что в отличие от медуз, они не плавали, а сидели на дне примерно вот так вот, конусом вниз. И такие находки очень редки. На обрывистых и практически совершенно безлюдных берегах реки Юдама ученые наткнулись на настоящую сенсацию, которая может сделать переворот в представлениях современной науки о зарождении сложных форм жизни на Земле. Покрытые твердыми панцирями существа, как оказалось, появились на планете за миллионы лет до наступления так называемой Кембрийской революции. Тогда появились первые формы жизни, похожие на современные. Один из самых интереснейших интервалов в истории Земли. Переход от Докембрия к Кембрию называется. Она похожа вроде бы на медузу, но на самом деле у нее уже есть скелет. И вот эта промежуточная форма между этими предками всех животных и настоящими животными, что это такое, мы пока не знаем. Но по данным молекулярной биологии, все животные и грибы имеют одних и тех же общих предков. И вот, скорее всего, это вот такие предки. Грибы животные, можно сказать. До якутской находки самые древние скелетные организмы находили в Африке и Китае. Однако они намного моложе существ с берегов Таежной Юдамы. Как выглядели эти животные, ученые могут только догадываться. Возможно, позднее они развились в давно вымершей разновидности членистоногих. На знаменитых ленских столбах в Якутии легко можно найти вот таких окаменевших трилобитов. Это уникальный образец. Он находится только в лагерштатах на территории ленских столбов. Все найденные в Якутии уникальные образцы уже доставлены в научные лаборатории Москвы, Китая и Великобритании. Ученые разных стран попробуют понять, что заставило доисторические организмы интенсивно развиваться полмиллиарда лет назад. Мне интересно с помощью отобранных здесь образцов проанализировать, как в древности шел процесс накопления кислорода в океане. Лабораторные исследования могут занять не один месяц. Научная общественность всего мира надеется, что уникальные находки из Якутии помогут открыть новую страницу в изучении самого далекого прошлого.